Субтитры делал DimaTorzok 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 И тут тоже все, вот эти вот столбы, они были обложены камнями, это все поддирали. И, наверное, буду делать что-то другое, вот эту крышу деревянную на вес такой покрасили. Короче, все подготавливают к пляжному сезону, потому что... Ветер сильный, и они прям вот поднимают людей, и они прям летят по морям, как угодно сбудутся вообще. Очень интересно, что... Мы уже в машине зашли, нагулялись, потому что ветер ужасный. У меня такая прическа, называется Я у мамы дурочка. Знаете, какой прическа? За эти два дня на меня подписались две новые подписчицы, как я поняла, так что мне очень приятно. Привет! Я надеюсь, что вы подписались не просто так, а действительно я вам чем-то интересное, мои влоги вам чем-то интересны. Вот, ну, мне очень приятно. Спасибо вам большое. Я надеюсь, сейчас вот у нас наступает весна, будет лето, погода будет налаживаться, будет больше солнечных и хороших теплых дней. И мы как-то будем более продуктивно проводить свои дни. Мы уже дома. Пойду заниматься домашними делами. У меня большая гора посуды. Вот, и как всегда стирка. Стирка, стирка, стирка. Так что пойду заниматься делами, но сначала сделаю, наверное, ромашковый чай. Ставлю чайник. Кстати, новый чайник. Так и заказывала мужу. Заказывала мужу стеклянный чайник с лампочками. Вот, пожалуйста, муж купил. Делала себе вот такой вот пилинг. Натуральный пилинг из меда и пилинг, маска. Она пилинг, маска и плюс массаж. Тут все вместе. Мед и соль. Но еще не пробовала. Сейчас включу, наверное, бойлер. Нагрею воду и пойду попробую. Я знаю, что моя двородная сестра, когда она худела, она делала себе тоже такой вот массаж с медом. Типа пилинг и маска. Это там все вместе. Вот. И ей дало очень... Она привела ее к очень хорошему результату. У нее действительно венчесал целлюлит. И вот, поэтому я тоже хочу попробовать. Я хочу по мальчикам пообедать. У меня есть начиненные кабачки. Сейчас я им разотрею. Они обедают. А на ужин придумают, что приготовить. У нас, наверное, скоро сейчас пойдет дождь. Потому что такие тучи, ветер сильный, точно пойдет дождь. И вот у меня кабачки. Это вот баранья косточка с бараньим мясом. Вот. И это... Сейчас я вспомню, как они называются на русском. Виноградные листья. Туда тоже заворачивала фарш вместе с рисом. Вот. Сейчас я им это разогрею. И они будут обедать. Вышла сейчас на балкон. Правда, тут ветер такой сильно прохладный. Что я хотела еще сказать? Я хотела сказать еще по поводу вот именно своих влог. Блогов. Что я хотела сказать? То, что вот я смотрю других блогеров. Я смотрю очень многих блогеров, которые живут в России. Которые живут не в России. Там Испания. Катя Ивановна. Все знают. Вот. Те блогеры, которые живут на Украине. То есть я люблю смотреть блогеров русскоговорящих. Русскоговорящих, которые живут в разных странах. Мне очень интересно. Как бы. Вот я живу в Израиле. Но многие блогеры еще, особенно которые эмигрировались вот недавно или там несколько лет тому назад. Вот в какие-нибудь другие страны, как Америка, Израиль, Испания и так далее. То есть они всегда делают такие влоги, как сравнивают цены с Россией, сравнивают уровень жизни, сравнивают вообще культуру, воспитание людей, общение между людьми. И сравнивают как бы между странами все вот эти факторы. Все вот эти вот факторы. Я не хочу ничего сравнивать, потому что я считаю, что это настолько индивидуально. То же самое вот как цены, да, пойти сравнивать цены. Каждые люди, даже те, которые живут в Израиле, к примеру, меня смотрят, у каждого человека свой достаток, у каждого человека своя зарплата. То есть что-то, может быть, я могу купить, для меня это нормально, для другого человека это будет ненормально. То есть это будет другое. Ну вы понимаете, да, что я имею в виду. Поэтому всегда вот при таких вот влогах, при таких видео возникают очень многие споры, очень многие дискуссии. И я как бы в принципе этого не хочу. Не то чтобы я не хочу. Да, это как бы я и не хочу никаких дискуссий, потому что у каждого человека все это индивидуально. У каждого свои доходы, свои растраты, свое все, понимаете, своя история. Кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. Вот она я там в двери. Так вот, поэтому как бы у меня был канал первый, мой канал, который я сам открыла. Где лучше, в России или в Израиле. Хотя потом я закрыла этот канал. Хотя там подписывались люди на меня довольно-таки быстрее, чем здесь. Вот. Но также там много было всякой критики, много всяких отрицательных каких-то эмоций было. Вот. И я закрыла этот канал. То есть я на то время не была готова к такому большому негативу или к таким дискуссиям. Короче, оно мне было не надо. Поэтому я открыла вот такой вот канал. Потому что мне очень хотелось иметь свой канал, снимать видео и делиться какими-то несколькими минутами своей жизни. И какие-то моменты, которые для меня, по моему мнению, мне интересны. Или которые бы я хотела запечатлеть как бы для себя в будущем, да, когда-нибудь в будущем, чтобы возвращаться, просмотреть. Также показывать это своим детям и так далее. Вот. Поэтому я все-таки открыла второй канал, поменяла имя, поменяла все. Вот. И начала снимать такие более, как говорится, более нейтральные такие темы. То есть в принципе я никаких тем не развиваю. То есть снимаю, что со мной происходит в течение дня, в течение там двух дней и так далее. Я не снимаю влоги каждый день, потому что я считаю, что неинтересно снимать. Ну так как ничего интересного нету, поэтому не снимаю каждый день. Я снимаю там какие-то кусочки, может быть, в день, которые, ну не знаю, я посчитала, что их нужно заснять, к примеру. Вот и все. Когда мы закончили гулять, нашу прогулку по пляжу, то в машине я попыталась кое-что сказать, но дети мои не дали собрать мои мысли, не позволили мне собрать мои мысли в кучу. И не как бы, я не смогла воспроизвести то, что я хотела как бы сказать. Вот. А что я хотела сказать, что сейчас у нас наступает весна и лето, и я думаю, что влоги будут более насыщены, так как будет много праздников, много событий. Погода будет позволять выезжать куда-то, вот именно делать какие-то походы. Мы очень любим походы, мы очень любим прогулки на природе, вот именно наша семья. Вот. Мы не любим сидеть дома, у нас нету таких выходных, которые мы бы полностью там от начала до конца просидели дома. Нет, мы всегда любим куда-нибудь выезжать. Вот, как-то, ну, чтобы было с интересом, чтобы эти выходные можно было потом вспомнить и сказать, да, действительно, вот в эти выходные мы что-то сделали полезное. Вот, да. Вот так. Ну, а делать какие-то такие болтовлоги или влоги на тему там, где лучше в России или в Израиле, какие цены, где лучше уровень жизни, где лучше медицина и так далее. Я думаю, что такие видео я не буду делать. Конечно, если у вас там, у новых подписчиков возникнут какие-то вопросы, интересующие вам на вот эти вот темы там, цены или там уровень жизни, или там уровень образования и так далее, то я, конечно, могу, может быть, если я смогу ответить на какие-нибудь вопросы, то я на них отвечу. Но это будет, естественно, только чисто мое, чисто мое мнение, да, или какой-нибудь мой жизненный опыт, который я проходила. Потому что именно сесть и сделать какое-нибудь именно видео и сравнивать две страны, к примеру, как Израиль и Россию, я не могу. Потому что это как бы, ну, это нереально, так как в России я прожила всего лишь 14 лет, в Израиле я уже почти что 17 лет. И за эти 14 лет, которые прожила в России, то есть я не сталкивалась ни с какими проблемами, с которыми я сталкивалась здесь. То есть я там не работала, у меня там не были дети, я там не рожала детей, я там не знала, там был грипп, да, меня мама вела в поликлинику, вот, мама разговаривала с врачом, мама нам давала всякие препараты, она нас лечила, и все, как бы я ничего не знаю. То есть я, у меня там прошло мое детство, очень хорошее детство, замечательное детство, вот, ну, а кроме этого, как бы, я ничего не помню. Может быть, я, не то, что я ничего не помню, то есть я ни с чем не сталкивалась, то есть я там не училась ни в колледже, ни в университете, я там даже не закончила школу, я там закончила всего лишь 9 классов. Я могу, как бы, что-то вспомнить, какие-то мои воспоминания именно о России или о том городе, где мы жили, но больше этого, как бы, сравнивать две страны я не имею права, я так считаю, что я не умею право сравнивать вот эти страны, потому что, как бы, о России, если можно так сказать, я, как бы, практически я ничего не знаю, как бы, я не знаю, какие там, Я не знаю, какие там законы Я не знаю, как там все Как там вообще все Потому что я с этим не сталкивалась За свои 14 лет, которые там прожила Вот, как бы У меня не было никаких проблем Вот, у меня было хорошее детство Единственное, что я помню Что вот в нашем городе было очень много Молодежи наркоманов У нас много было алкашов Вот это вот я помню Ну вот, ну а так, в принципе Как бы у меня самые такие хорошие воспоминания России самые светлые Я помню тополя, я помню наше лето Я помню даже запахи Я помню запах хлеба Я помню запах или вкус каких-то именно продуктов Которых в Израиле нету Даже здесь, к примеру, есть много русских магазинов Но эти продукты совершенно отличаются Вкус их не совершенно отличается от оригинала Если можно так сказать Вот, то есть тамошний хлеб никогда ни с чем нельзя перепутать И сравнить Вот Вот это я и хотела сказать Но если вас интересуют какие-то там вопросы То я постараюсь как-то на них ответить Вот и все Так, спасибо за просмотр Я, наверное, буду начинать уже монтировать видео Немножечко со вчерашнего дня Немножечко с сегодняшнего дня Потому что все, мы уже дома И если что-то будет происходить, то, как всегда, я сниму И потом это добавлю в следующее видео Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok